Стороны конфликта в Донбассе подтвердили факт отвода средств и сил у села Петровское. А так подразделения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики разместились непосредственно в населенном пункте. Вместе с личным составом было выведено вооружение, это боеприпасы, стрелковое оружие и техника. За процессом наблюдал наш корреспондент Александр Билибов. Он сейчас на прямой связи со студией. Александр, приветствую. Но ждем подробности, как проходит отвод сил. Здравствуйте, Ольга. Ну вот отвод средств и сил и средств здесь в Донецкой Народной Республике в районе села Петровское, которое находится в 70 километрах к югу от Донецка, непосредственно на линии разграничения, уже к этой минуте полностью завершен. Об этом уже заявили представители вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Также этот факт уже подтвердили представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Я напомню, что первый в истории с начала конфликта на Донбассе отвод сил и средств должен был произойти здесь еще неделю назад, 1 октября, об этом удалось договориться на заседании в Минске еще в конце сентября. Но тогда сделать это не удалось. Потом была назначена новая дата, это 3 октября. Тогда уже процесс, казалось бы, вот-вот завершится. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики со своей стороны выполнили свою часть обязательств, отошли на новые позиции. Однако аналогичных действий со стороны ВСУ сделано не было, и поэтому вооруженные силы Донецкой Народной Республики были вынуждены вернуться на первостепенные позиции. И вот накануне, 5 октября, на последнем заседании контактной группы в Минске, было назначено новая дата и время отвода сил на Петровском. Это сегодня, 7 октября, 11 часов утра. И вот в эту минуту, в 11 часов утра мы находились именно там, в том самом селе Петровское. Своими глазами видели, как этот отвод происходил. Действительно, происходило все в рамках рамочных соглашений, которые были достигнуты еще в конце сентября. Мы наблюдали, как со своих позиций в районе села Викторовка, это те позиции, которые занимали военнослужащие Донецкой Народной Республики, отошел личный состав в количестве около 20 человек, а также техника в количестве двух единиц бронемашин пехоты на новые позиции непосредственно в селе Петровское. Тем самым они выполнили свою часть договоренностей. То же самое зеркально выполнено было и с украинской стороны. Таким образом, на линии соприкосновения образовался демилитаризованный квадрат размером 2 на 4 километра, доступ в который теперь будут иметь только представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и специалисты Центра по контролю и координации перемирия. В ближайшее время, а если быть точнее, то через два дня, 9 октября, начнется полномасштабное разминирование этой зоны. И о том, как оно будет происходить, подробнее нам рассказал заместитель командующего оперативного командования вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин. Давайте послушаем. Разминирование будет производиться тем же подразделением, которое здесь находится. Ну, я имею в виду инженерные группы саперов. Сам процесс, он еще до конца не обсуждался, как это будет проходить. Единственное, по графику это в течение 30 дней должно производить в зоне ответственности каждой из сторон. Они разминировают ту площадку, за которую отвечают. Я добавлю, что сегодня разведение сил и средств должно было происходить и в Луганской Народной Республике. Там, я напомню, выделено два пункта, где это должно происходить. Это окрестности села Золотое. Хочу сказать, что там был отвод сил и средств выполнен еще 3 октября. Еще одна точка – это станица Луганская, где отвода сил и средств не произошло до сих пор. Дата была назначена сегодняшний день, однако украинская сторона на этом направлении не подтвердила готовность со своей стороны произвести отвод техники и личного состава от линии соприкосновения. И там этот процесс был перенесен на два дня, то есть следующая дата отвода. Там это 9 октября. Но я добавлю, что после того, как процесс завершится на всех этих трех пилотных зонах, в планах есть и процесс организации еще семи подобных зон. Правда, говорить о том, когда это будет происходить и где конкретно будут располагаться эти зоны, пока, наверное, преждевременно. Об этом будут договариваться стороны уже на следующих консультациях контактной группы, которые будут проходить в Минске. Ольга. Спасибо. Александр Беливов рассказал об отводе войск в Донбассе.